Полет на воздушном шаре в Каппадокии, путешествие сквозь небеса истории. Каппадокия – это потрясающий регион в центральной части Турции, известный своими уникальными ландшафтами, фейскими трубами и богатой историей. Здесь путешественники могут получить одно из самых незабываемых впечатлений – полет на воздушном шаре. Этот вид туризма стал символичным способом исследовать красоту Каппадокии с высоты, позволяя увидеть ее сюрреалистические пейзажи с необычной точки зрения. Давайте подробно рассмотрим это невероятное приключение и изучим его исторические корни. Магия Каппадокии с высоты птичьего полета На рассвете небо над Каппадокией окрашивается в розовые, оранжевые и золотистые оттенки, когда десятки воздушных шаров плавно парят над захватывающими дух пейзажами региона. Внизу простираются скалистые выступы, долины и древние пещерные жилища, создавая почти сказочное зрелище и добавляя волшебства этому опыту. Вулканические скальные образования Каппадокии, известные как «фейские трубы», формировались под воздействием природных сил на протяжении миллионов лет. Глубокие долины, плодородные сады и древние подземные города открываются перед вами с высоты, позволяя в полной мере насладиться геологическими чудесами и культурным наследием региона. Во время полета на воздушном шаре пассажиры наслаждаются спокойным путешествием, которое длится примерно один час. В это время вы мягко парите в воздухе, наблюдая за завораживающими видами. Опытные пилоты ловко управляют шарами на разных высотах, иногда приближая вас к фейским трубам, а иногда поднимая выше, чтобы вы могли насладиться панорамным видом на горизонте. История полетов на воздушном шаре в Каппадокии Хотя полеты на воздушном шаре в Каппадокии – относительно новое явление, история воздушных шаров насчитывает сотни лет. Первый пилотируемый полет на воздушном шаре был совершен в 1783 году во Франции, когда братья Мангольфи подняли в воздух свой изобретенный аэростат с пассажирами на борту. Однако полеты на воздушном шаре стали популярным туристическим занятием гораздо позже. Развитие полетов на воздушных шарах в Каппадокии началось в конце 1980-х годов. В то время регион уже привлекал любителей приключений и истории, но коммерческой индустрии полетов на шарах еще не существовало. Турецкие предприниматели и энтузиасты-аэростатики увидели возможность продемонстрировать уникальные пейзажи Каппадокии с высоты и предложили идею запуска полетов на воздушных шарах. Первые коммерческие полеты на воздушных шарах в Каппадокии начались в начале 1990-х годов. Вначале все развивалось медленно, и только несколько компаний предлагали такие услуги. Однако с ростом популярности воздушных туров и отзывов о захватывающих видах с высоты индустрия быстро расширялась. К началу 2000-х годов полеты на воздушных шарах в Каппадокии стали всемирным феноменом, привлекая туристов со всего мира. Сегодня Каппадокия признана одним из лучших мест в мире для полетов на воздушных шарах. Стабильные погодные условия, открытые долины и впечатляющие скальные образования создают идеальные условия для безопасных и живописных полетов. В пиковый туристический сезон в небе можно увидеть более 100 шаров одновременно, это зрелище само по себе становится незабываемым. Чем уникальны полеты на воздушных шарах в Каппадокии? Ландшафт Каппадокии поистине уникален и разнообразен. Регион известен своими глубокими долинами, скальными образованиями, напоминающими природные небоскребы, и древними пещерными жилищами, вырезанными в мягких вулканических породах. К наиболее известным долинам, через которые пролетают воздушные шары, относятся. Долина Гюреми, эта долина известна своим музеем под открытым небом и фейскими трубами. Здесь открывается впечатляющий вид на древние христианские церкви, монастыри и пещерные жилища, вырезанные в скалах. Красная долина, верная своему названию, эта долина известна своими красными скальными образованиями, которые особенно ярко сияют на рассвете. Розовая долина, как следует из названия, эта долина сверкает розовыми оттенками, создавая идеальный контраст с мягким голубым небом на рассвете. Голубиная долина, эта долина известна своими многочисленными голубятнями, вырезанными в скалах, и является свидетельством того, как местные жители веками жили в гармонии с природой. Еще одна особенность, которая делает полеты на воздушных шарах в Каппадокии уникальными, это богатая культурная история региона. Паря над этой землей, вы видите не только природные образования, но и остатки древних цивилизаций. Каппадокия была населена хетами, персами, римлянами, византийцами и османами. Вы можете увидеть древние монастыри, крепости и целые города, вырезанные в скалах и под землей, что делает этот опыт не только природным, но и историческим путешествием. Как проходит полет, пошаговый процесс. 1. Забор до рассвета и завтрак. Полет на воздушном шаре начинается рано утром, обычно около с 4 часов до 5 часов утра, когда туристов забирают из их отелей. По прибытии на место запуска предлагается легкий завтрак, пока команда готовит воздушные шары. Раннее утро позволяет увидеть потрясающий восход солнца и обеспечить стабильные погодные условия для полета. 2. Надувание шара. Наблюдать за процессом надувания шара само по себе является увлекательным зрелищем. Огромные горелки начинают реветь, заполняя гигантский нейлоновый шар горячим воздухом, пока он не поднимется с земли. 3. Взлет и полет. Как только шар полностью наполнен, пассажиры поднимаются в корзину, и начинается путешествие. Шар медленно отрывается от земли, и вскоре вы парите над захватывающими пейзажами Каппадокии. 4. Полет над долинами и фельскими трубами. Во время полета пилот искусно маневрирует шаром, предоставляя пассажирам возможность насладиться видами фельских труб вблизи, а затем поднимает на высоту до 1000 метров для панорамных обзоров. Полет проходит спокойно, позволяя пассажирам в полной мере наслаждаться потрясающими видами и делать фотографии. 5. Посадка и празднование. По окончании примерно часового полета пилот мягко приземляет шар. После посадки традиционно проводится небольшое празднование с шампанским, в честь старинной французской традиции, и вручением сертификата, который станет напоминанием об этом необычном опыте. Лучшее время для полетов на воздушных шарах. Хотя полеты на воздушных шарах в Каппадокии доступны круглый год, лучшее время для полетов – с апреля по октябрь, когда погодные условия наиболее благоприятны. В эти месяцы небо ясное, а температура комфортная. Даже зимой полеты могут быть впечатляющими, особенно когда фельские трубы покрыты снегом, создавая волшебный зимний пейзаж. Безопасность и устойчивость. Полет на воздушном шаре считается одним из самых безопасных видов авиации. В Каппадокии операторы воздушных шаров соблюдают строгие правила безопасности, регулярно проводят техническое обслуживание шаров и проходят тщательную подготовку. Кроме того, многие компании принимают меры по снижению воздействия на окружающую среду. Полеты на воздушных шарах имеют относительно низкий углеродный след, поскольку горелки используют пропан – чистое топливо. Многие операторы также следуют принципам устойчивого туризма, заботясь о сохранении красоты и культурного наследия Каппадокии для будущих поколений. Заключение Полет на воздушном шаре в Каппадокии – это не просто туристическая активность, а незабываемое приключение, позволяющее погрузиться в древнюю историю и поразительную природную красоту этого уникального региона. От момента взлета до мягкой посадки это путешествие через небеса Каппадокии останется с вами как яркое воспоминание на долгие годы. Будь вы любителем приключений, истории или просто хотите увидеть один из самых захватывающих пейзажей мира – полет на воздушном шаре в Каппадокии – это опыт, который нельзя упустить во время поездки в Турцию. Продолжение следует...